Доброе утро! И, кстати, об интересных фактах. Интернет есть даже на Эвересте. Вот до чего техника, можно сказать, дошла. Если вы соберетесь покорять эту гору, то, скажем так, подключиться к интернету вы там сможете. Одна из компаний сделала это доступным, с чем и вошла в историю. Да. Надеемся, что ОТВ тоже скоро можно будет посмотреть и на Эвересте. Дело в том, что данная неделя, целая неделя осталась до того, как наша кнопка станет под номером 21. Вот. Да. И сегодня у нас в студии гость. Это программный директор телеканала ОТВ Марина Тимофеева. И она нам сейчас обо всем расскажет. Доброе утро! Доброе утро, Марин! Доброе утро, коллеги! Доброе утро, телезрители! На самом деле, еще вчера, то есть вчерашнего дня уже этот закон действует. И с 14 марта все кабельные операторы должны перевести общедоступный региональный канал на 21 кнопку. То есть вчера уже, в принципе, эта работа началась. Но она будет постепенной, да? Да, она будет постепенной. То есть какие-то кабельные операторы уже перевели телеканал ОТВ, какие-то нет. Но вот работа сейчас происходит. Ну, 21 числа будет такое официальное открытие 21 кнопки. Мы, да, мы подумали, что вроде бы как 21 марта удобно, 21 кнопка, и зрителям удобно запомнить. А, Марина, а вот что дает эта 21 кнопка? Как телеканалу, так и обычному зрителю. Да, вот зрители сейчас могут подумать, а у меня теперь телевизор перестрают. Да, вот у меня, допустим, ОТВ идет на 812 канале. У меня на 26. Да, но я просто знаю, где он. Поэтому я не... Сейчас кабельные операторы, они могли поставить на любую кнопку, ну, по договоренности, да? Что это дает? Вот этот закон дает то, что один, значит, региональный канал выбирают и ставят на 21 кнопку. То есть это, по сути, удобство для зрителя, да? То есть мы не ищем, где же происходит, где посмотреть наши события. То есть это те события, в которых мы живем. Это те события, которые нам нужны, как жителям нашего региона, да? Мы не думаем, смотрели 20, следующее нажали, 21 канал. Все, мы посмотрели, какие события, что нового происходит, да? И потом выбирали же из нескольких каналов, да? Но борьба была нешуточной. Да, ну, как при любом конкурсе, в принципе, да, это происходило, да. Но на самом деле я сама в этом участвовала и знаю, вот, какими силами, да, все это досталось. То есть там были требования, два основных требования у канала, которые были для каналов, да? Это, значит, канал должен показывать, так, для зрителей, да, будем словами зрителей говорить, продукцию не менее 75% национального продукта, да? Собственного? Да, национального. Российского. Российского, да. И покрывать территорию не менее 50% населения, вот, данного субъекта. Там был еще ряд требований, но два основных это вот эти. Хорошо, Марин, это замечательно, просто-напросто. Ну, вот, нам сейчас нужно уйти на рекламу. Все-таки 21 канал, 21 кнопка, это серьезно. Мы сейчас покажем немного рекламы, а далее продолжим с вами разговор. Итак, реклама на ОТВ. Программа «Наше утро» на телеканале ОТВ продолжается. Я напоминаю, что у нас в студии гости, это программный директор телеканала ОТВ Марина Тимофеева, и мы говорим про 21 кнопку. Что такое 21 кнопка? Это то, та кнопка, на которую вы нас будете смотреть уже все совсем скоро. В ближайшее время. Да. Марин, ну, ОТВ расширяется, да? Да, ОТВ вот уже завоевала 21 кнопку, наравне с федеральными каналами будет показываться на всех кабельных, на кабельных провайдерах. А что нового ждет всех нас на телеканале ОТВ в связи с этим переходом, с нашим расширением? Ну, смотрите, я сразу скажу, что не расширяется, а идет вперед, да? То есть, все время что-то происходит. То есть, вот, даже в нашем коллективе, да, все говорят, опять что-то новое, опять куда-то вперед, опять, опять, опять. Вот это вот опять, 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 да, дает возможность зрителям узнавать что-то новое, видеть что-то новое, получать что-то новое, интересное. А проектов, на самом деле, много и новые будут в том числе. Будет огромный проект, связанный именно с людьми возрастными, но очень интересный. Вечером, вот у нас есть наше утро, программа утренняя, может быть, какую-нибудь вечернюю? Ну, я думаю, что мы найдем классное время какое-нибудь, и будут повторы, естественно, да, потому что... Ну, пока мы не будем говорить, что это, да, что это? Пока нет, вот пока такое, даже там только рабочее название пока есть. Также сериалы идут, вот с 13-го мы запустили Фурцеву. Очень хороший сериал. Да, и было очень много, уже отклики пошли, что очень хороший, и сериал очень нравится, и смотрели, и все равно будем смотреть. А какие еще сериалы нашли? Вот в апреле мы запустим последний НЧАР, он прошел на России, и на самом деле очень хорошие у него рейтинги, и в интернете очень хорошие, поэтому прям вот мы тоже надеемся, и он причем очень длинный, там 115 серий, можно будет следить, и повторы будут, и вот, ну, мне кажется, что... Марин, ну, вот несколько раз мы сказали за сегодняшний интернет слово «интернет, интернет, интернет». Чем для вас полезен интернет? Да, вот сегодня день рождения интернета, вот лично для вас, что такое интернет? Вот я начала смотреть эфир, да, и думаю, каким одним словом, да, можно сказать, что такое интернет, то, что многие говорят, там, то, то, то. Вот для меня формула такая, то есть это возможности, вот это возможности, да, то есть ты любая возможность, хочешь, там, смотри фильмы, да, там, по роду своей деятельности, хочешь, получай какую-то информацию, хочешь, читай книги, хочешь, слушай книги. Хочешь путешествовать, если нет возможности? Конечно, то есть это настолько, вот это вот возможности, хочешь учись, хочешь смотреть, там, что происходит в других уголках, то есть это все, все-таки это возможность, да, много понятно, что там плохо, хорошо, но каждый для себя эту возможность использует по-своему. Можно сказать, интернет – это наше все. Это наше все, и это возможности, которых, вот, мне кажется, раньше все-таки не было. Марина, спасибо вам большое. Ну, а я напомню, что о переходе ОТВ на единую двадцать первую кнопку мы говорили с программным директором телеканала ОТВ Мариной Тимофеевой. Ну, а если у вас есть вопросы к нашему юристу Николаю Попову, то он на него ответит, и прежде чем я передам ему слово, я загадаю желание, находясь между двумя Маринами, да, друзья, вот я между двумя Маринами загадал желание и передаю слово юристу. Всем доброго утра.